Продолжение следует... ...в автобусе, либо на специальном сайте. Его адрес сейчас на ваших экранах. В остальном все так же, как и раньше. Привязывайте банковскую карту и спокойно расплачивайтесь. В городских автобусах сейчас вовсю расклеивают QR-коды. Это будет длиться еще две недели. Однако неожиданно на части маршрутов заработало старое приложение. Напомню, его отключили еще в августе. И, судя по всему, компания Инфоком решила подтягаться с мэрией и напрямую работать с перевозчиками. Причем как с муниципальными, так и с частными. В департаменте транспорта уверяют, перевозчики теперь сами выбирают, какое из двух приложений для них удобнее. На момент разработки и запуска приложения «Транспорт-24» со стороны других разработчиков альтернативных предложений в адрес департамента транспорта не поступало. Перевозчики могут сами определять, какое приложение для безналичной оплаты проезда им использовать. Кроме того, сами пассажиры могут оценивать удобство оплаты проезда с помощью того или иного программного продукта. Главное, чтобы у пассажиров была возможность рассчитаться разными способами. Восемь школьников отравились токсинами на уроке химии. Опасные для здоровья опыты проводили в Ужурском районе, в селе Малый и Мыш. Занятие проходило под руководством директора школы. Он показывал детям новый химический эксперимент, который внезапно вышел из-под контроля. В колбе загорелись реактивы, она разбилась и школьники вдохнули токсичный пар. Подростков увезли в больницу, троих оставили под наблюдением врачей. Об инциденте рассказали в прокуратуре. Там добавили, что девятиклассников на уроке не обеспечили средствами защиты, а опыт проводился прямо в кабинете, а не в вытяжном шкафу, как положено. На директора завели административное дело, ему выписали штраф 10 тысяч рублей. Больше химии он не преподает. Владимир Путин наградил медалями за отвагу сотрудниц Красноярского детского сада. Они рискуют своими жизнями, спасли целую группу ребят от расстрела. Это произошло в марте, и тогда 19-летняя девушка пришла в детский сад во время тихого часа, якобы забрать ребенка. Одна из сотрудниц Евгения Толстая заметила, что у нее из-под пальто торчит ружье, позвала на помощь свою напарницу Ирину Шабанову. Уже там воспитатели попытались отобрать оружие. В борьбе произошел выстрел, однако в стену. На помощь своим коллегам пришла инструктор по физкультуре Наталья Стус. Она повалила злоумышленницу на пол, скрутила ее и удерживала, пока не прибыли сотрудники полиции. На Октябрьском мосту на две недели запретят остановку транспорта. Автомобилистам нельзя будет ставить машины там в период с 24 декабря по 8 января. Все из-за мероприятий на острове Татышев. Такие меры принимают, чтобы избежать пробок и заторов. Парковаться запретят и на улице Березина, на участке от Герцина до Чернышевского. Причина все та же новогоднее гуляние, только уже в сквере имени Чернышевского. Этот запрет продлится с 24 декабря по 31 января. Помощь мобилизованным и пострадавшим от весенних пожаров. Именно эти темы волновали жители края в этом году наряду с традиционными проблемами. Об этом губернатору Александру Усу рассказал уполномоченный по правам человека в крае Марк Денисов. По поручению главы региона власти оказали реальную помощь более 500 семям, пострадавшим от огня в мае. Люди получили социальные выплаты, компенсации в связи с утратой жилья и выплаты на приобретение нового. Те, кто изъявил желание, построили новые дома на старом месте за счет краевого бюджета. Широкий пакет мер поддержки получили и семьи участников специальной военной операции. На встрече с Марком Денисовым губернатор края отметил, как важна работа омбудсмена, чтобы получить обратную связь от жителей. Теперь мы живем в новой реалии, связанной с событиями специальной военной операции. Поэтому я тоже хотел бы попросить вас и обратить внимание на все эти аспекты и дать свою оценку. Добавились крупные темы, которые нельзя обойти мимо. Это тема, допустим, пожаров, которые были весной. И то, как сработала власть, и оценки людей, как сработала власть по этому направлению. Это тема специальной военной операции, мобилизации. Тяжелая тема, которая касается многих семей, многих людей в нашем крае. И то, как работала власть в этот период и работает сейчас. Редактор субтитров А.Семкин